Вы же мебельщики? Вы тут разберетесь. А не разберемся очень часто. Мы не являемся экспертами. Я не понимаю, и никто здесь нас не понимает. Я даже не знаю, как это, а что будет, а как он туда-сюда. Вот так сделать-то нельзя. Слушайте, а вот эту хероту мы не делали. И мы, ну, даже фиг его знает. Сходите, пожалуйста, к квадрятчикам. Нужно, видимо, объяснить все-таки, что производство типа моего, которое реализует проекты, это не учреждение одной справки, одного окна. Не МФЦ. Не МФЦ, да. Что я имею в виду? Реализуя проект, производство типа нашего работает практически со всем спектром. Материалов, элементов, да и технологий, если уж на то пошло. Но есть определенное количество тех же самых материалов, в работе с которыми мы не являемся экспертами. Ну, что я имею в виду? Давай. Вот из последнего. Вот ты как думаешь, что это такое? Это мебель. То есть, видишь, вот низ, шпон там. Вот это вот что такое? Это стекло. Причем стекло, как ты видишь, хитренькое. Оно какое-то специально состаренное. Оно имеет какой-то хитромудрый оттенок. Но в чем нюанс? Вот здесь мы не можем, собственно говоря, этого изготовить у себя на производстве. Почему? Потому что мы не работаем со стеклом. Как оно старится, это стекло, да? Как достигается эффект зеркал полуоблесших каких-то? Как вообще присобачивается этот латунный оттенок к этому стеклу? Я не понимаю. И никто здесь у нас не понимает. Это занимаются люди, которые работают исключительно со стеклом. Что делает дизайнер? Она все это отдала в одно окно, как она думает? А вы там типа сами. Вы же мебельщики? Ну, стекольщики где-то рядом. Вы, блядь, разберетесь. А не разберемся очень часто. Беда в том, что не понимая, как это все, в принципе, происходит, мы, по сути, пытаемся стекольщикам в виде технического задания объяснить то, что сами не поняли. И мы что-то привозим. То есть, условно говоря, мы привозим состаренное стекло. Но оно не бронзовое, а золотое. И оно слишком, сука, старое. Понимаешь, как? Оно не должно было быть таким старым. И вот здесь вот этот функционал одного окна. Ну, вы же реализуете проект. Блин, ну, он не работает. То есть, как он работает, но очень, вот, прям очень сильно хромает. Та же самая логика на примере металлокаркаса. Вот для нас, людей, которые реализуют проект, что такое металлокаркас? Это какая-то железная херота. Вот как на дизайн-проекте, беленькая. На которую сверху мы ставим свой прекрасный шпанированный, там, блядь, ящик выдвижной. Где мы там все, туда-сюда, что мы хорошо знаем. И нам привозят металлокаркас. Ну, блин, ну, металлокаркас, металлокаркас покрашен, блядь, покрашен, понимаешь? И все-то хорошо. Но когда приезжает это все дело на объект, возникает какая-то ситуация? Ребятушки, а почему здесь точка сварная осталась? У меня это стоит прямо на входе. Это центр всего моего проекта. А тут сварной шов не дошлифован. И вот здесь, опять-таки, я не смогу это техническое задание вот настолько понятно объяснить, допустим, металлистам. Дизайнер может сказать, и как некоторые говорят, да, типа, я у вас разместила заказ. И, типа, вот вы там им объясняете. Но я-то говорю сейчас про результат. И, наверное, логично, когда мы понимаем, что у дизайнера есть спецтребования, вот именно в данном случае к металлокаркасу. Мы сами металлокаркасом не занимаемся. И воспринять эти спецтребования не способны. Логично пойти к тем, кто занимается исключительно вот этим металлом, и им объяснить. И, соответственно, если что-то не сходится, сразу получить от них обратную связь, что вот так сделать-то нельзя. А можно только вот так и вот так. А мы с вами возвращаемся опять-таки. Вот окно одно открылось. Туда мебель, туда стекла, состаренные, значит, с бронзой, блядь, металлокаркас туда же, который должен по итогу быть центром, значит, всего дизайн-проекта. А вы там в окне, это, разбирайтесь, короче, пацаны. Тумбочка. Тумбочка, хорошо. Ставка стекла. Я что, должен отдельно идти к стекольчику, отдельно к деревянчику, отдельно за металлическими ножками? Нет, подожди, подожди. Мы с тобой с чего начали? Мы интегрируем стекло достаточно часто в наши проекты. Да? Пожалуйста. Когда вопрос стоит, просто стекло, просто зеркало. Мы же не задаем этих идиотских вопросов, да? И я не говорю, что, типа, что охренели, идите к стекольчикам сами. Я же тебе конкретный пример привел. Когда там берешься, что за стекло, что с ним делать? Так же, как с каркасами. Какой-то части каркасов, которые мы вот заказываем так же у другого подрядчика. Нет никаких претензий. Вот я тебе могу проект показать недавно. Вот смотри. Глянцевая тумба. Видишь, она стоит на каркасе, который хромированный. Только тут еще латунь мы интегрировали. А это вообще мы делали из массива. Все это красили. Так вот, по большому счету, мы все это сделали. Но я не храмирую металл, твою дивизию. Понимаешь, в чем дело-то? Ну, нет у меня. Там, я даже не знаю, как это. Что там, ванна какая-то гливаническая. Что там должно быть? Чтобы они блестели-то. Вот ты вот с проектом столкнулся, и ты видишь, что у тебя вот все, то, что я тебе сейчас показал, мы спокойно сделаем. И латунь подгоним, и нарежем ее, найдем где. Все нормально. Но вот с этим металлокаркасом, сука, непонятненько, блядь. А что будет? А как он, блядь, туда-сюда? Сходите, пожалуйста, вот к подрядчикам. Понимаешь, как? А подрядчиков ты назначишь? Да почему? Могу и я. Нет, заказ у кого? Давай с этого начнем. Нет, могу. Заказ ты принял полностью? Да. Правильно ли я понимаю? Ты принял заказ, но просишь дизайнера в процессе работы напрямую пообщаться с субподрядом? Нет, почему? Мы бывает на стадии разработки, ну, как бы расчета проекта, говорим, это да, это да, это да. Слушайте, а вот эту хероту мы не делали. И мы, ну, даже фиг его знают. А дальше у нас есть два варианта. Дизайнер говорит, да я хер его знает, ищите сами. И второй вариант, слушайте, да, я у себя на другом проекте такую штуку делала. Мне делали ее вот те-то и те-то ребята. Вот давайте там с ними я пообщаюсь. Сдавайте. Она пообщалась. Дальше опять. Они могут отдельно заплатить этим подрядчикам за изготовление вот этого каркаса. Они могут просто оплатить все нам, как любят заказчики. Что, наверное, логично, да, чтобы вот не сто пятьсот у них было договоров, подрядов. Они это оплачивают нам, а мы по заданию дизайнера просто-напросто заказываем этот металлокаркас и цену, соответственно, их вкладываем в договор. Вот у тех конкретных людей не бегаем с квадратной жопой по всему городу и ищем, кто же нам все это сделает. А дизайнер говорит, я это заложил в проект, там я им схожу, объясню, что надо, как я это буду у них принимать. Все. Понимаешь, тебе не кажется, что это две разные логики? Это одно. И второе, не знаю, вот вам визуализация, я потом скажу, нравится или нет. Столешница наша любимая. А что с столешницей? Ну что, чтобы мы столешницы не делаем. Ну вот это странно. И меня... Странно. Но для того, чтобы обрабатывать камень, нужно тоже оборудование. Станок, фрезы, люди, которые умеют с камнем работать. Слушай, здесь, знаешь, классно было бы вставить какую-нибудь инфографику. Дай вставить. Ну, вставь. Закажешь где-нибудь? Кого? Инфографику. А ты не умеешь делать? А, блядь, сука, вот ты про что, блядь. Ну вот. Ну? Вот это, примерно, то же самое, да. Ну вот, так я тебе ответил. Вот ты заказываешь ролики? А, нет, тогда нет, тогда не совсем. Давай, вот столешница. Мы делали шпанированные. Акриловый камень, тоже, да. Дальше. Какие еще бывают материалы в столешнице? Керамика, агломерат, натуральные какие-то камни, стекло. Я уже видел на объектах, на столешнице кладут плитку. Фартук сразу ей выкладывают. Так расскажи мне, блядь. Я вот это, сука, все должен здесь делать? Ну, то есть штаб плиточников, станки для обработки керамики, станки для обработки агломерата, блядь. Ну, то есть, ну, блядь. Вот именно поэтому я столешницу не делаю. Почему? Потому что наш заказчик может выбрать за столешницу себе любую. Понимаешь? А теперь ответ мне на вопрос, как к заказчику. Я что, блядь, каждую деталь должен в разных местах заказывать? Да почему каждую деталь? Я тебе про что сказал-то, блядь? Из целого проекта дизайнерского, блядь, я до стекла, и то до хитромудрого, до столешниц, до металлокаркасов. Ну, глобально-то все. А ручки мебельные, это часть мебели? Конечно. Тоже делать начать? Ну, как минимум устанавливать. Как минимум... Устанавливать базар тебе нужен. Давно уже все это решено. Вот мы сейчас обговорим об с тобой, о чем. Все, понял. Понимаешь? Вот у одного только... Ром, Ром, у... Сколько артикулов по ручкам лицевым? Ну, так, навскидку. Вот каталог у них сколько? Тысяч пять. Тысяч пять. Это только... Давай возьмем вот просто троих поставщиков, кто продает лицевую фурнитуру. Допустим, у тебя будет 10 тысяч номинований. Мне все в салоне, блядь, чтобы ты выбрал, блядь. Ну, я же мебель поставляю, сука, понимаешь как? Я же должен тебе выбор предоставить. То есть 10 тысяч ручек я тебе должен повесить? Или я тебе говорю, вот каталог. Вот такой вот такой. Вот вам название сайта. Выберите, пожалуйста, что вам хочется. Если вы по картинке не понимаете, ну, вы можете поехать, если для вас это важно, и потрогать. Это пластик, блядь, или латунь. Но я не могу вам не предоставить этот выбор. Не выбрать за вас. И если для тебя важно, блядь, у тебя пластиковая ручка, блядь, или она должна холодом латунь отдавать, ну, тебе придется поехать. Тебя никто не заставляет производить это самому. Если вам для производства моей тумбочки нужно где-то заказать латунный уголок, идите заказывайте. А тебе помню, какой будет латунный уголок? Нет. Все. Да ни хера себе. Ну, вот и все. Для меня латунный уголок – это латунный уголок. А дальше знаешь, какая история начинается? А можно он будет состаренный? Хуй узнает, наверное, можно. Вот у нас есть люди, с которыми мы работаем по латуни. Вы можете объяснить им, блядь, уровень состаренности, глубину состаренности, цвет состаренности? Нет, простите, я объясню вам, так как деньги я плачу вам. А вы уж, пожалуйста, со своими судподрядчиками сами поразбирайтесь. Очень хорошо. Да, ты можешь так сказать. Можешь. Но в итоге получится какое-то говно. Это же не только нам надо. Вот момент какой. Опять-таки, почему мы делаем выкрасы? Вплоть до того, что сейчас делаем прям фрезеровку в виде образца. Потому что хитромудрая фрезеровка и заказчик реально не понимает, вот как она будет выглядеть. Вот все ругаются здесь, какого хера, тратим кучу времени. Но это логика хотя бы правильная. И мы делаем, фрезеруем. Именно ту фрезеровку отдельную программу пишем и отправляем, чтобы человек сказал, да, я это имел в виду. Это делаем мы внутри нашего производства, и мы можем с ним искать вот здесь вот эту историю. Но когда я не понимаю и не могу проэкспериментировать состаренным его этим уголком, не могу, то самое логичное это обратиться этому человеку, который хочет вот заранее знать, насколько он будет сильно не состаренный, обратиться к тем, кто его старит и с ними поговорить. Оно так состарится, блядь? Или через жопу состарится? Мы с тобой сейчас говорим, как заказчик с мебельной компанией. Вот ты мне говоришь, Дмитрий, закажите столешницу в другом месте. Но я боюсь это делать. Я хер знает. Они потом приедут, скажут, что, блин, у вас кухня неправильная, шкафчики неправильно собраны, поэтому наши столешницы не встают. Так, кстати, чтенько бывает. Да. Ну вот здесь вот как быть? Тогда идешь в фабричную историю. Когда ты пришел, большая компания тебе дает выбор из трех столешниц, из двух духовок, из 18 вариантов ручек. Выбирай. Если тебя это устраивает, все, вопрос закрыт, тебе привезут готовый продукт. Мы-то с тобой о чем говорим? Когда тебе приносят проект, который собран, блядь, из такого количества разных элементов, блядь, что, в принципе, я не знаю, какое производство вот внутри себя сможет работать с таким разнообразием материалов одновременно. Я не могу тебе изготовить столешницу сам. Не могу. Я буду в любом случае заказывать. Я не могу тебе изготовить металлокаркас, у тебя на производстве. Я тоже буду его заказывать. Я не могу сухо состарить стекло и правильно его отрезать вся на производстве, потому что это тоже другое оборудование, все нужно. И тоже буду это заказывать. И если мы говорим во всех этих элементах о каких-то еще и сложностях, работа непосредственно с материалом, состарить, помолодеть, блядь, не знаю, что-то еще, то в любом случае если для тебя это важно как для дизайнера или для заказчика тебе лучше все-таки поговорить с непосредственно производителями этого продукта. Блядь. А по поводу ДСП можешь тоже поговорить с производителем ДСП? А зачем? А что ты хочешь? Ну там тоже, наверное, нюансы. Влага, не влага, рыхлый, не рыхлый. А это мы все знаем сами. Это мы тебе сами все расскажем, потому что мы с этим работаем. Внутри нашего производства. Еще раз. Я тебе говорю про элементы или материалы, с которыми мы не работаем сами. на базе своего производства. Я же тебе про краску голову про шпон тебе тоже, блядь, не лечу тебя, что тебе надо хотя бы... Помнишь, мы с тобой разговаривали? Вот по идее тоже оттуда же. То есть, если вы хотите, блин, вот прям вот какой-то такой шпон, блядь, как-то чтобы вот так вот, вам тоже придется все-таки съездить. Потому что ни одно производство, ни один салон мебельный не предоставит весь спектр того, с чем можно работать. Это невозможно. Почему я про одно окно говорю? Это как раз про те случаи, когда мы вам проект дали, вот типа и делаете. А потом, а что оно не такое? Вот я про что. То есть, когда вы понимаете, что там есть ряд элементов, без вашего участия, а возможно, без вашего, даже, без вашего предложения, где это заказать, может просто не обойтись. Ну все, поняли, услышали, вроде логично. Ну слава богу. Музыку пришлет. Какую? Для ролика. Мы же ролик с музыкой делаем, я просто не композитор, Серег. Вот в этом и разница. Вставить в ролик музыку, твоя работа, как и моя, вставить стекло в мебель. Но написать музыку должен композитор. Сереж, ну просто чтобы хорошо получилось, ты пришли, какую именно музыку ты хочешь. А, это не вопрос. Серег. Ребята, а мы тут стекло не производим. Да мне хоть вообще ничего не производить. Мне тумбочку отдайте, пожалуйста, которую я хочу. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай. Какого цвета? Причем это фото даже, не визуализация. На визуализации там вообще интересно. Какого? Темно. Ну я не знаю, как это сделать. Что, блядь? Нет, я тебе сделаю. Скажи, какое. Ну вот фотка, вот такого. То есть такое делаю? Ну такое делаю. Пиши расписку, что ты примешь. Прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Лукова Лукова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...